Всем здравствуйте! У эфирика Full Life. Мы продолжаем по эфире, посвященной приемной компании в Казанской Федеральной Университете 2023 года. И у нас в гостях вновь Институт геологии и нефтегазовых технологий. И вновь Андрей Анатольевич Терехин, заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями. И вновь Екатерина Анатольевна Ичменева, доцент кафедры геофизики и геоинформационных технологий. Екатерина Анатольевна, вы не так часто, конечно, сбываете. Добрый вечер. Ну а с вами-то всегда рады здесь встретиться. Ну уже талисман нашей программы. От Института геологии и нефтегазовых технологий. Как дела, как настроение? Пятница на дворе. Настроение прекрасное. Дорогие сейчас уже абитуриенты. В самом разгаре приемная кампания в Казанский Федеральный Университет. И, конечно же, такие эфиры, которые проходят в течение всего года, помогают вам сделать правильный выбор. Главное, конечно, найти свое место жизни и сделать правильный выбор. Вот для многих ребят геология и нефтегазовое дело могут стать таким вот жизненно важным выбором. Что бы хотелось сейчас именно заострить акценты на ходе приемной кампании? Основное новшество в стране с прошлым годом, на мой взгляд, надо выделить то, что сейчас, ребята, вы, когда пишете заявление о поступлении, указываете приоритет специальности. А не пишете согласие о зачислении. Важно грамотно расставить приоритеты. Первое, допустим, диалоги или нефтегазовое дело, и все вот далее, далее, далее. Как дела в приемной кампании сейчас? В приемной кампании все хорошо. Ребята подходят, пишут заявления о приеме в Казанский Федеральный Университет, в том числе и в Институте диалогии и нефтегазовых технологий. И на текущий момент у нас более 4 тысяч заявлений. Если быть точным, 4226 заявлений. Замечательно. Террина Анатольевна, начнем с вас сегодняшний эфир. Геоинформационные технологии. Что изучают в данном направлении и какую специальность осваивают студенты? На кафедре геофизики и геоинформационных технологий будем говорить о магистрах. У нас сегодня эфир посвящен магистрам. Мы предлагаем две программы. Это современные геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых. И новая программа. С прошлого года она у нас запущена. Это цифровые технологии и методы моделирования в нефтегазовой геологии. Две такие, казалось бы, разные, но присущие им. Это поиск и разведка полезных ископаемых. То, что будет нужно всегда, везде на нашей планете Земля. И не только. И на Луне. Уже очень много к этому идет предпосылок. Что хочется сказать. Не стоит пугаться новой нашей программы с названием цифровые технологии. Она предназначена для студентов разных направлений. Тем более, что мы уже магистры. Идем в магистратуру. Значит, у нас есть какое-то базовое образование. Если у нас есть базовое геологическое или нефтяное образование, здесь мы можем расширить свои компетенции в области программирования, моделирования, нейронных технологий. То есть стать специалистом современным и широкого профиля. То есть здесь мы добавляем IT-технологии. Но если вы студент, закончивший нефтегазовое направление или геологию, все равно пойдете к нам на цифровые технологии. Но IT для вас это немножко другой профиль. И это может быть страшно для студентов. Хочу сказать, бояться не нужно. Мы все начинаем с АЗОВ. И вот в этом году мне очень понравилось, что преподаватели выбирают индивидуальный подход к каждому студенту. То есть те, кто уже разбирается в IT, в программировании, они работают и реализуют проекты. Уже пишут непосредственно программы, программы пользования, различные нефтегазовые отрасли и геофизики. А те, кто только изучают, они начинают применять цифровые технологии в уже известных им знаниях, в геологии, в нефтегазовом деле и облегчают свой труд. Что очень важно на сегодняшний день, это ускорение процессов, все обработки, интерпретации с данными, анализ данных. То есть широкий профиль. Хочешь углубить IT, пожалуйста. Хочешь расширить свои возможности, пожалуйста. Ну а вторая программа – это современные технологии геофизических методов поиска в разведке полезных ископаемых. Это для тех, кто хочет стать таким мощным специалистом в области геофизики, полевой геофизики, скважины геофизики. Здесь углубленно изучаются методы интерпретации, полевые методы оборудования. И все наши студенты имеют возможность пройти практики на современных нефтегазодобывающих и геофизических компаниях и вложить уже свой труд, непосредственно понять свою специализацию. То есть возможности очень широкие. Говорить можно много, да, не останавливаясь. И даже я чуть-чуть немножечко добавлю для тех абитуриентов, которые поступают на бакалавриат, но сейчас нас слушают. Да, конечно, сегодня у нас прием ведется и на программы бакалавриата, и на программы магистратуры, магистрские программы. Сегодня мы сделаем акцент более, может быть, на магистрские программы, конечно же, но для ребят, которые поступают после школы, бакалавриат, это тоже интересно. Потому что, когда мы говорим со школьниками, я вот, вы знаете, есть ли жизнь после бакалавриата? Есть, она насыщенно интересна. Есть еще целая ступень образования, магистратура, вторая ступень высшего образования. И здесь магистратуры у нас не только наследованные, я такие магистратуры называю, вот скажем, если вы учились по нефтегазовому делу и идете в магистратуру по нефтегазовому делу, а если вы бакалавриат, после школы поступили, закончили бакалавриат по нефтегазовому делу и пошли в магистратуру, допустим, вот по цифровым технологиям. А я проще назову, назову IT в геофизике. Вот так вот. И здесь есть возможность стать таким многофункциональным специалистом. Сейчас есть такое слово, кросс-платформенным специалистом, кросс-функциональным специалистом. И вот специалистов с такой приставкой ищут сейчас большинство топовых работодателей. Вот еще в чем есть такая причина. Поговорим еще о магистратуре. В целом, какие есть еще направления? У нас направлений всего 11 в Институте геологии. Это и инженерная геология, это и направление по нефтегазовому делу, это направление по минералогии. То есть все геологические науки, у нас все это представлено в магистерских программах. Есть магистратура комплексного анализа. То есть это соединение в себе всех геофизических методов, геологических методов, нефтегазового направления. То есть выбрать есть из чего 11 направлений магистратуры. Это широкий профиль. Да, конечно же. И вот 11 этих направлений, почему их несколько больше, чем на бакалавриате? Потому что кроме таких наследованных магистратур от бакалавриата к программе магистратуры, мы делаем еще магистрские программы, которые позволяют получить те навыки практически, которые нужны работодателям. То есть магистратурой мы вот так вот подшлифовываем именно наших специалистов для потребностей рынка труда в нефтегазовой сфере. Ну и надо заметить, что после магистратуры, конечно же, может быть обязательно и возможность такого вот научного карьерного трека. Поговорим о научной деятельности. Какие для нее есть возможности в институте? В институте возможностей очень много. И хотелось бы рассказать. Вот у нас сейчас прошли как раз защиты бакалавров, да? Небольшой такой смежный бакалавриат и дальше магистратура. Студенты заинтересованы IT-технологиями, а именно нейронными сетями. Ну просто потому, что это сегодня у всех на слуху. Это как бы востребовано миром. И ему это стало интересно. Преподаватели стали помогать ему, как это предложить к геологии, раз вы учитесь у нас на геологии. И на защите работодатель сразу же после защиты был заинтересован в этом студенте как сотрудники на своем предприятии, да? И, соответственно, ну, надеюсь, что и в дальнейшем обучение данного студента тоже, да? Что он пойдет у нас в магистратуру. Но это такая личная инициатива, что очень приветствуется всегда и поддерживается. Кроме того, предлагается участие в различных проектах. У нас очень много лабораторий, которые проводят непосредственные исследования и в петрофизике, и в минералогии, и в литологии, и в нефтегазовом деле, и в химии нефти. И вот каждой лаборатории студент может найти, найти себя, привязать это к своей научной деятельности, к научной работе, бакалавриатам, магистратуре. И многие студенты, достаточно большое количество, кто в магистратуре обучался, и после своих защит, их работы защищались непосредственно на данных, полученных в наших лабораториях. И они заинтересованы в дальнейшем своим научным развитием. Хочется остаться и продолжать свои исследования. То есть такой шаг. Есть платформа для научной работы широкого профиля. Безусловно, мы и сами предлагаем студентам попробовать себя в тех или иных геологических лабораториях, петрофизических лабораториях. Ну а если студент еще и свою личную инициативу проявляет, то это вот заканчивается таким успехом, да, что если ты этим делом горишь, работодатель уже, не дожидаясь твоего диплома, а слышит твою защиту, ждет тебя на работу. И еще, знаете ли, отличительная особенность, вот, возможности заниматься научной работой во время обучения в нашем институте, то, что к ней можно подключиться, на самом деле, со второго курса бакалавриата. Плюс у нас великолепные лаборатории по настоящему мирового уровня, и на этом дорогостоящем оборудовании, в отличие от многих мест, студенты у нас работают. То есть их по рукам никто не бьет, их учат, и они на нем работают. Вот это тоже очень важная, отличительная особенность, которую хотелось бы донести до наших слушателей. И, знаете, вот мы много рассказываем об этом, но, пожалуйста, мы всегда готовы показать вам, о чем мы рассказываем. Если вы хотите прийти к нам на день открытых дверей, а сейчас во время приемной кампании, если вы хотите прийти на такую экскурсию, посмотреть, познакомиться то, о чем мы рассказываем, пожалуйста, пишите, мы состыкуемся по времени, и вот все это готов продемонстрировать. Писать, вот у нас есть номер, который на всех наших контактах, я его сейчас скажу, может быть, это станет полезно. Номер плюс семь девятьсот восемьдесят семь двести одиннадцать шестьдесят два шестьдесят. Ватсап и телеграмм можно, пожалуйста, писать и прийти в очередь во всем видеться. Поговорим о географии. Где проходят студенты практику? В каких регионах, в каких городах, в каких странах, континентах? Континентах. Это хороший вопрос, и он действительно волнует многих ребят, родителей абитуриентов наших волнует, и не только бакалавров, и родителей магистрантов тоже в том числе. Диография огромная, она очень обширная. Вот наша студент проходит практику от Калининграда до Камчатки, и это действительно так. По специалисты нефтегазового профиля проходят практику, если в Торстане, то, конечно же, в компании Татнефть, в малых нефтяных компаниях. В России мы сотрудничаем с ведущими нефтегазовыми компаниями, компаниями Роснефть, Локойл, Сургутнефтегаз, Газпромнефть. И сейчас на добывающих объектах этих компаний проходит производственная практика наших студентов. Это Нефтьюганск, это Уренгой, это Пермь, если брать поближе, это Магаданская область, геологи проходят практику, там, в Камчатке, на объектах, на Восточной Сибири, на объектах компании Алроса, это геологи, гидрогеологи могут проходить там практику. И, в конце концов, практику проходят ребята, которые занимаются более такими фундаментальными вещами, может быть, какой-то наукой в производственных компаниях планируют заниматься, они проходят практику у нас, у нас есть большой центр, который занимается геологическим моделированием, проходит в институте практику, вот, некоторые проходят студенты в крупных городах, Москва, Санкт-Петербург проходят практику, также в больших обрабатывающих центрах. То есть здесь, если вот предыдущий наш эфир осмотреть, вы знаете, мы рассказывали о геологии, как очень такой вот широкой дисциплине, и по практике это тоже видно. Вот кто-то проходит в Санкт-Петербурге в обрабатывающем центре, вот в компании Газпромнефть, вот, работает интеллектуальный труд, кто-то хочет быть в поле путешествовать, он едет по Гаданской области, вот, пол-три месяца там, ходит в маршруты, кто-то съездил, вот, геофизик в поле, там, скажем, на две недели, потом две недели приехал обрабатывать материал. Здесь можно выбрать то, что вам по душе. Действительно, геология, вот, и нефтегазовая геология, это такая вот обширная дисциплина, где можно быть, вот, во многих профессиях, вот, либо ты офисный работник, либо ты где-то вот там в поле работаешь, либо на объекте, вот, каком-то помышленном работе, с индустриальным. А вот у нас здесь как раз предоставлен широкий выбор. Можно, скажем, вполне, как вот сейчас предстоит офисной работой заниматься, интеллектуальным трудом, можно заниматься в поле, полевыми исследованиями, с аппаратурой ходить, а можно, собственно говоря, выбрать и третий вариант разделить, это как-то 50 на 50, и вот, выбрать для себя вот такой вот комфортный, профессиональный трек в нашей области. Поговорим о специфике подготовки курсовых и дипломных проектов. В чем заключается эта специфика? Специфика заключается у нас в следующем, что у каждого студента есть свой собственный научный руководитель, который, он, не насильно распределяется, на самом деле у студентов есть возможность выбора, так как и научные руководители тоже часто обладают своей какой-то узкой специализацией. После выбора научных руководителей курсовой или дипломной работы, да, здесь уже начинается строение плана и деятельности. Если же это курсовая работа, то, скорее всего, студент будет работать на материале, который он получит в наших лабораториях. Ну, во всяких разных, в зависимости от того, что это будут геофизические исследования или там сейсмические, там какие-то полевые методы, петрофизика, литология и так далее. Все лаборатории есть. То есть сначала мы сделаем что-то руками, затем проведем анализ и получим какие-то непосредственные выводы и сравним их уже с имеющейся научной деятельностью, насколько наши выводы получились адекватными. Если же это дипломная работа, то после распределения по научным руководителям и распределениям на практику студент получает индивидуальное задание в зависимости от того, в какой он будет местности, географии, да, территориально и в какой компании он будет проходить эту практику. Если же он будет где-то в Магадане искать у нас золото, это один пул заданий, какие методы он там должен изучить, какой материал он должен привести. Если же это будет работа где-то в лаборатории, то какие исследования сделать, какие материалы получить. Все привязывается к местонахождению и к возможностям и профилю той организации, в которой студент будет проходить практику. И уже с этими материалами, с этим опытом своим производственным студент возвращается в университет и работает над своей дипломной, выпускной, квалификационной работой. Если же это было в стенах университета, значит, это было в лаборатории университета. И, соответственно, мы уже на каких-то лабораторных исследованиях представляем свои материалы. Зачастую эти работы, выпускные бакалавриата, могут иметь свое продолжение. И студент может именно с этой работой, с этой тематикой, если она ему пришлась по душе, он в ней разобрался, идти в магистратуру и уже целенаправленно выбирать и профиль обучения в магистратуре, или точно целенаправленно, что он будет там изучать, где он хочет работать, чем заниматься. Или же, если студент бакалавриата хочет идти на работу, на производство, возможно, здесь он уже будет замечен и производственниками непосредственно в приемной комиссии, что было у нас в этом году неоднократно. Я привела только один вам пример. Были и другие студенты были замечены, что они разбираются в материале, что это готовый специалист, который может пойти работать в поле, а это готовый специалист, который мы готовы взять к себе на работу уже в офис. Ну, в офис чаще это было с девушками, если честно, будем честными, да, что готовый специалист разобрался в материале, и, как сказал у нас председатель комиссии, я готов даже походотайствовать в организации, в которой она набрала материал, полностью понимает, о чем идет речь, и поможет на месторождении. То есть все, опять же-таки, в руках студента, преподаватели открыты, то есть у каждого студента есть свой научный руководитель, который поможет, направит, и они вместе разберутся в материале. По традиции добавить. По традиции, да. Ну, вот по традиции, разумеется, дополняем друг друга, поэтому мы вместе и пришли. Вы знаете, дело в том, что я дополню следующим. Я такой вот мостик перекину на предыдущий вопрос о практиках. Дело в том, что у нас еще есть такое содействие трудоустройству в разных формах. И одна из таких форм – это создание совместных лабораторий практической направленности с компаниями. Как пример, приведу нашу совместную лабораторию с компанией «Газпромнефть» по моделированию цифровых двойников месторождений. Вот студенты сейчас, которые прошли отбор и работают в этой лаборатории на проектах «Газпромнефть», они получают и материал, и опыт. Во-первых, это и дипломная работа уже на фактическом таком хорошем материале, и понимание, как все устроено в компании, в которой они уже работают. Понимаете? И после окончания они бесшовно переходят работать в компанию. Те, кто из них захочет выбрать такой трек. И, соответственно, это психологически легче. Это понятно уже, что, скажем, понятно, многие аспекты при выборе будущей работы. И компания тоже в этом заинтересована с точки зрения подготовки уже квалифицированных кадров, прямо и понимающих, знающих работу с самого старта карьеры непосредственно в компании. Вот такой вот еще пример могу привести. Насколько сейчас актуальна профессия геолога? Такой вот вопрос у нас под конец остался, по сути, главный. Ну, давай следующий вопрос. Я начну этот ответ. Спасибо за вопрос. Во-первых, архи и суперактуальна профессия геолога. Потому что вот какую профессию вы не выбрали, вот критерий выбора профессии – это то, чтобы она была востребована, и чтобы приносило вам и материальное благополучие, и эмоциональное благополучие. То есть вот наш руководитель, Нургалей Иванович Карлович, директор нашего института, это его лозунг, и сегодня я про него тоже вспомнил, что мы выпускаем в первую очередь не специалистов нефтегазовой сферы, а успешных, счастливых людей. Это вообще очень такая классная парадигма с той точки зрения, что когда человек успешно счастлив, он является, естественно, хорошим специалистом, потому что его профессия, которую он получил, приносит ему удовлетворение, он на работу ходит, ну, если, скажем, не всегда уж как на праздник, то он с удовольствием всегда ходит на работу и получает, соответственно, отдачу. Почему профессия актуальна? Потому что наш мир развивается. Скажу даже больше, наша цивилизация развивается и растет. Для этого нужны ресурсы. Без минеральных ресурсов, без энергетических ресурсов развитие человечества невозможно. А это обеспечивается геологами, геологами-нефтяниками и специалистами нефтегазового дела. Ну, так вот, каратенечко, да? Катерина Анатольевна, есть что добавить? Я хочу сказать, что в профессии геолога можно обучаться ежедневно, каждый день. И это профессия, которая совершенствуется вместе с тем, как видоизменяется наш мир. Сегодня у нас большая потребность и в цифровых технологиях, и в IT-технологиях, и это в геологии тоже присуще. То есть, если вы романтик, вам в геологию. Если вы физико-математик, вам в геологию. Если вам это все по душе, да, то профессия геолога очень широкая, и специальностей очень много, и пути жизненных тоже получается очень много, и они очень разные. Главное, не бояться, не бояться учиться, не бояться высказывать свое мнение. Это я к тому, что если вам нравится какое-то направление деятельности, вы уже себя в чем-то нашли, или вам что-то интересное, или вы прочитали там книгу по геологии, очень много интересных сейчас и книг, и фильмов. Это вас зацепило. Приходите, у нас есть все возможности помочь вам разбиваться в этом пути. И более того, вы сможете отлично самореализоваться в будущем. И здесь мне хотелось бы еще все-таки дополнить вот таким важным сообщением, может быть, важной мыслью, что не надо бояться поступать на магистрские программы Института геологии и рассматривать их всем студентам нашего университета, разных вузов страны, естественно, научного профиля. То есть физики, химики, те, кто закончил IT-специальности, математики, найдут себя в геологии и обязательно найдут свою прикладную нишу, которая позволит им качественно жить и развиваться. Так что мы с удовольствием приглашаем не только геологов, бакалавров в магистратуру, но и физиков, химиков, математиков, айти-специалистов. Всех ждем. Приходите, всем найдется место, интересная работа и, в общем-то, интересные проекты. Вот. Всех ждем. На этом вопрос у нас закончился. Есть ли еще что добавить абитуриентам? О чем не поговорили? Наверное, есть что добавить в части абитуриентам-бакалаврам. Вот сейчас конкурсная ситуация развивается таким образом, что вы в личном кабинете видите свой рейтинг. Рейтинг видите только на данный момент. Все-таки, вы знаете, вы ориентируетесь на средние баллы. Вот я говорю про геологическое направление, про направление геологии, нефтегазовое дело, ориентируетесь на средние баллы прошлого года, а еще лучше примерно трех последних лет. Они, я вам скажу, что по геологии это около 200 колеблются, а по нефтегазовому делу это 220 баллов по результату трех экзаменов. Я думаю, с учетом примерно тех результатов ЕГЭ, которые уже озвучены, у нас в России статистика позволяет сделать вывод, что кардинально эти баллы не изменятся. Это раз. И, во-вторых, если у вас есть вопрос, вы в чем-то сомневаетесь, придите, позвоните, напишите, спросите. Мы всегда вас проконсультируем. Уважаемые абитуренты, всем успешного поступления. И мы ждем вас в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. До встречи. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. По-моему, мы с вами и на следующей неделе встречаемся, если я не ошибаюсь. 21-го мы встречаемся. Записывайте, записывайте и обязательно приходите на этот эфир. Так что до встречи, до следующей пятницы с вами. Вам спасибо большое. Спасибо. До свидания. Это был КФУ Live для Института геологии и нефтегазовых технологий. Хороших выходных. Продолжим на следующей неделе. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова